Вопрос запрета использования мобильных телефонов в школах общественность обсуждает уже не первый год. С одной стороны, гаджеты могут стать полезным инструментом в образовательном процессе, с другой – серьезной помехой. Однако в этом году Минпросвещение запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах. Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, и вы, кстати, об этом, уважаемые родители, тоже говорили, и учителя, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. И если какие-то чрезвычайные ситуации, помните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель. На перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами, использовать мобильный телефон не допускается. Но, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать. Во многих школах подобные ограничения введены на уровне устава. Но, несмотря на это, включение гаджетов в учебный процесс иногда необходимость. Именно поэтому правила использования телефона заранее регламентируются. Эксперты подчеркивают, что сейчас мобильные телефоны для учащихся являются чем-то вроде средства когнитивной психотерапии. Они могут помочь восстановить психологическое равновесие через коммуникацию и самовыражение. Психологи отмечают, такая изоляция может повлечь за собой серьезные последствия. С психологической точки зрения такой подход самый примитивный. То есть метод изоляции у психологов это самый такой примитивный подход. Изолировать и точка. Но реально изоляция влечет за собой возникновение синдрома отмены. Потому что есть зависимость, есть аддиктивные установки, есть аддикция на мобильные телефоны у наших детей. И поэтому вот такая быстрая изоляция будет определенный этап, когда будет синдром отмены. И вот этот синдром отмены, он будет какое-то время продолжаться. И это будут и психологические издержки, это будут проблемы. Первое, что почувствуют педагоги при синдроме отмены – повышенную тревожность среди учащихся, а также раздражительность и агрессию. Эти эмоциональные состояния могут помешать учебному процессу. Однако на них педагогам необходимо грамотно среагировать. Такие вспышки агрессии – временные явления, которые будут возникать лишь в период адаптации к изменениям. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.